Четвертая позиция Надо быть дочерью То есть, когда приходит мужчина гневный, раздраженный, агрессивный иногда Жена должна найти такое место в доме, чтобы его не раздражать Я понимаю, многие скажут, да что это такое-то вообще Это какая-то тряпка, что ли? Нет Мудрецы из прошлых цивилизаций несут это знание Это не так просто Но так произошло в этой жизни Вы женщина, а он мужчина Да, на женщину очень возлагаются такие вот обязанности Такое обучение ее в этой жизни Потом может она родиться когда-то и мужчиной Но сейчас ее душа приняла женский облик Это ее предназначение, она должна пройти эту школу Потому ничего не сделаешь Бороться с этим бесполезно просто Надо найти такую позицию, такое место в доме, чтобы его не раздражать И особенно в ведической культуре, там, как в конституции записано Что очень большой грех женщина принимает, который раздражает Раздражает раздражение, агрессию своего мужчины И пятое качество Любовница Любовница Женщина должна быть хорошей любовницей Такой, чтобы физические потребности мужчины не стали ничего искать на стороне Ты должен содержать свое тело Одежду в порядке, в чистоте В прическу и так далее А то ведь у нас часто теперь Жены так Дома как попало ходят А куда-то выходят Принаряжаются, причем По два часа делают А сама куда-то идет Вопрос, для кого это она делает Значит, для мужа можно как хочешь А бы как А туда уже для кого-то Не важно, что это не цельного какого-то человека Для одного Нет Чтоб все другие могли смотреть на тебя, на красавицу А дома как хочешь Автоматически Подсознанием у мужчины вопрос Он это себе ментально может не задавать никогда Но подсознанием у него вопрос А для чего это Почему это она-то не делает И здесь тоже накапливается Вот Она должна выглядеть, содержать себя очень хорошо Чисто В чистоте В красоте И В любви И в любом их отношении со своим мужем Так, чтобы ему не хотелось никуда И вот Когда Он видит, что женщина не очень опрятно дома То он идет тоже куда-то Потому что знает Что все женщины такие Что он пойдет и где-то на стороне увидит красивую женщину Которая просто себя приберет Тоже где-то, не дома, а на улице Вот это важный момент И что теперь получается Ну Жена Какое-то деньги, бюджет Что-то еще Она придерживается Каких-то минимальных вещей И секс Какой-то есть в доме Но вот этих вот вещей Уже практически не осталось Осталось только деньги И секс В народе это называется проституцией Так вот Если муж С женой живет У которой остались качества Только проституции Не ждите ничего хорошего Ничего хорошего Спасибо